Всем привет, с вами команда ArtFX и сайт VideoSmile.ru Сегодня мы создадим простую, но очень эффектную процедурную свечку в After Effects. Нам понадобится плагин Dropcode Particular, поэтому убедитесь перед началом работы, что он у вас установлен. Для начала создаем новую композицию Full HD 30 кадров в секунду. Выбираем Rectangle Tool и настраиваем цвет заливки. И начинаем рисовать свечку. Основание свечки рисуем при помощи инструмента Ellipse Tool. Создаем копию верхнего овала, уменьшаем эту копию. И изменяем цвет, делаем его немного темнее. При помощи Rectangle Tool рисуем фитиль свечки. Делаем его еще темнее. Меняем положение Anchor Point у слоя со свечкой, так как это пригодится нам в дальнейшем. Создаем новый сплошной слой. Добавляем к нему эффект Particular. Открываем вкладку Emitter. Частиц в секунду ставим 1250. С зажатым альтом нажимаем левой кнопкой мыши на часики Position во вкладке Emitter. И привязываем Position Emitter к позишину слоя Candle. Доставляем значение Velocity 0, Velocity Random 0, Velocity Distribution 1 и Velocity From Motion 50. Открываем вкладку Particle. Life ставим 0,3 секунды. Sphere Feather ставим 0, Size 35. Открываем вкладку Size Over Life. И изменяем форму графика на примерно вот такую. Нам надо добиться того, чтобы пламя свечи к концу заострялось. Открываем вкладку Opacity Over Life. И тоже меняем форму графика. Меняем цвет частицы. Открываем вкладку Physics. Во вкладке Air настраиваем параметр Wind Y. Вставляем значение минус 1200. Во вкладке Turbulence Field изменяем параметр Effect Position. Ставим значение 65. Effect Size 25. Чтобы создать эффект такого дерганья. Чтобы сделать пламя более реалистичным. Мы видим, что основание пламя получилось немного не такой формы, как нам нужно. И поэтому идем во вкладку Particle, Size Over Life. И снова настраиваем график. Во вкладке Turbulence Field меняем значение Fade in Time 0.6. И Fade in Curve выбираем Linear. С зажатым Alt нажимаем левой кнопкой мыши на часики параметра Scale. И прописываем выражение Wiggle 0.1,2. Значение Octave Multiplier 0.8 и Octave Scale 1.2. Проверяем результат. И снова поправляем график. Можно сделать пламя чуть короче, уменьшив значение параметра Live во вкладке Particle. Открываем вкладку Rendering, Motion Blur. Напротив параметра Motion Blur выставляем On. И Disregard в выпадающем меню выбираем Physics Time Factor. Создаем Adjustment Layer. Добавляем на него эффект Glow. Слой Candle помещаем поверх Adjustment Layer. Чтобы эффекты слоя Adjustment Layer применялись только на огонь. Glow Threshold 63. Glow Radius 54. И Glow Intensity 1.3. Создаем новый сплошной слой. Помещаем его между слоем с огнем и Adjustment Layer. И рисуем овальную маску у основания огня. Значение Mask Feather ставим 27. Для параметра Mask Expansion пишем выражение Wiggle 4,6. И режим наложения сплошного слоя с маской выбираем Silhouette Alpha. Еще немного подправим маску, чтобы было больше похоже на огонь свечи. Выделяем сплошной слой. Нажимаем P. И параметр Position привязываем к позишену слоя Candle. Смотрим результат. Делаем Pre-Compose всех слоев. Назовем Candle Fire. Создаем дубликат слоя. Переименовываем его в Shadow. На слой Shadow добавляем эффект Hue Saturation. Значение Saturation ставим минус 81, а Lightness минус 100. Также на слой Shadow добавляем эффект Radio Fast Blur. Настраиваем этот эффект. Ставим центр чуть выше и правее свечки. Меняем режим наложения слоя Candle Fire на Color Dodge. А режим наложения слоя Shadow на Color Burn. Меняем значение Amount у эффекта Radio Fast Blur на 100. Выбираем слой Shadow и меняем Opacity на 60. Создаем новый сплошной слой. И рисуем на нем овальную маску. Mask Feather 220. И Opacity будет 12%. Чтобы создать такой легкий эффект свечения. Создаем новый сплошной слой. Назовем его BG. Добавим на него эффект Gradient Ramp. Ramp Share выбираем Radio Ramp. Start Color делаем таким синим. А End Color черным. И чтобы привязать свечение к самому огню, прописываем выражение Comp в скобочках и в кавычках Candle Fire. То есть название композиции, в которой находится огонь. Точка Layer Fire Transform. Точка Position. Копируем это выражение. Выбираем слой BG. Нажимаем на часики Start of Ramp с зажатым Alt. И вставляем туда то же самое выражение. Теперь свечение будет двигаться вместе с пламенем свечи. Анимируем параметр Opacity у двух последних слоев, чтобы свечение появлялось только когда пламя загорается. Посмотрим результат. Все, эффект готов. Также к уроку прилагается бесплатный АЕ-проект с уже настроенными контроллерами для управления положением свечи и интенсивностью пламени. Который является частью пака Dynamic Cartoon FX с сотней процедурных анимаций. Если вам потребуются стилизованные визуальные эффекты для вашего видео или игры, приобрести этот и другие наши паки можно в описании. Надеемся, что урок был вам полезен. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, где мы говорим о процедурных и покадровых FX-анимациях. Заходите на videosmile.ru, чтобы ознакомиться с интереснейшими уроками по моушн-графике и не только. До встречи в следующих видео.